Мы были здесь на юге, достаточно часто бывали, но в Армавире первый раз. И вообще Армавир — это какая-то такая зона аномальная. Вот мы очень долго к нам ехали. То есть у вас тут, наверное, нам раз летающие тарелки тут как. Мы старались не зацикливаться на рок-н-ролле, на обычном 12-тактном блюзе. Мы старались синтезировать музыку разную. Причем жанры были иногда экстрактически разные. И, собственно говоря, вот на этой смеси, на этом коктейле построена, наверное, вся музыка Крематория. От каких-то народных песен, в том числе и русских, не знаю, бурятских, армянских и так далее, до произведений, которые можно назвать классикой. Но это, наверное, то же самое, что сейчас практикуется на Западе, особенно, ну, фаритами в этом направлении является группа «Мьюз», которая сочетает конструктивизм, инженерный такой подход, профессионализм и, конечно, еще и такой композитерский талант. На сегодняшний день у нас, к сожалению, в России такой вот группы, такого класса нет. И рок-н-ролл представляет из себя пока еще такое нечто буксующее. И, к большому сожалению, надо признать, что за это время не было произведено на свет ни одного мирового бренда. Ну, я могу сказать словами, вот уж тут лучше, чем Христос не скажет, стучить и откроется. Но, собственно говоря, конечно, в нашем мире сложно достучаться, но надо все-таки пытаться, потому что двери, как правило, закрыты, и в этом мире, где существует ангажемент, любовники, любовницы часто прорываются на вершину, люди не очень достойные. Но, тем не менее, надо пытаться, если вы Моцарт, уверен, что вы добьетесь его. Ну, собственно говоря, вся эта тема была очень хорошо в музыке разработана группой «Роллинг Стоун», если вы помните. У них это все было расложено по полочкам. Что касается нас, то мы не чужды этой теме. И в «Рок-н-ролл», который был раньше, представлял себе образ жизни и сцену «Нечто единное целое». Но сейчас, глядя на ряд могильных холмиков моих друзей, я, может быть, от этого, может быть, из-за возраста, в общем-то, поменял мировоззрение все очень сильно. И я считаю, что, наоборот, человек должен, конечно, стремиться, как можно дальше уйти от греха. Но вот с помощью поучений сделать это крайне сложно. И когда там попы в церковь или, не знаю, там, люди из телевизора пытаются там пальчиком тыкать и наставлять молодежь на пути, это, как правило, ну, пустые слова и пустой звон. Человек должен поменять, собственно, сознание. И только после того, как он поменяет свое сознание, вот у меня получилось вот таким вот образом. Человек. Человек, он и есть, он состоит из этого. К сожалению, знаете, у нас на одном плече дьявол, а на другом – бог. Вот у нас почему-то одно плечо сюда перевешивает. То есть то, что я сейчас вижу, для меня вообще телевизор является вратами Али. Вот туда входишь, и все семь грехов там. Я сейчас вижу, я сейчас вижу. Али. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok